данном видео мы поговорим об новом списке новом меню которая появилась у нас программе под названием риск китоза сейчас мы его рассмотрим также мы помним что у нас уже текущее меню китоз работает в том случае когда у нас есть молокомеры молоко программу у нас поступает с программ доильного зала данном меню тоже у нас есть списки животных у которых может быть риск китоза он базируется на продуктивности на отклонение от продуктивности или ее недостаточном увеличении на начале лактации но его минус в том что он работает только в случае если у нас есть молокомеры есть доильный зал вот поэтому разработчики сделали меню другое риск китоза которая не привязана к доильному залу не привязана к периоду именно после доения там у нас идет предыдущем меню по умолчанию два месяца после отела вот этот риск период рискованный здесь же риск китоза у нас в основном базируется на успешном или не успешном прохождении животными транзитного периода сейчас откроем это меню вот у нас демонстрационная ферма есть уже несколько примеров здесь как какие вообще условия попадания сюда животных ну сначала рассмотрим что вот мы говорили о транзитном периоде как раз таки в этот период у животных возможен ограниченное потребление сухих веществ корма и как следствие это увеличение потерь жира и белка на процесс собственно синтеза молока и как следствие это может привести к ряду инфекционных и не только инфекционных и других заболеваний то есть вот этот транзитный период который длится начинается примерно за три-четыре недели до отела и длится еще три недели после отела вот в этот период у нас животные очень подвержены инфекционным заболеванием параметрах у нас есть ряд причин или критерий для отбора собственно животных на риск китоза вот мы видим первое у нас это номер лактации который последующий у нас будет в животного мы его можем изменять данном примере у нас все стоит по умолчанию стандартные значения ожидаемый период сухостоя у нас повлиять на него здесь мы не можем его выставить он взят программой автоматически интервал между отелами соответственно да мы можем увеличить поставить свои целевые показатели далее у нас надой за 305 дней лактации тоже соответственно выставляем свои значения возраст первого отела нас программа взяла сама соотношение жира и белка и проблемы вот транзитного периода сколько дней после отела мы обращаем внимание на болезни связанные с транзитным периодом тоже мы его изменить не можем и собственно когда хотя бы одно из этих причин или условий она достигается или превышает заданное нами значение животное попадает в данный список кроме того у нас есть еще здесь настройки начальной даты с которой мы смотрим вот собственно период сколько дней до ожидаемого отела от и до мы хотим обращать внимание на коров транзитный период группы можем отфильтровать можем добавить пока чтобы увидеть в этом списке проблемы транзитного периода или увидеть события по здоровью вот и лечение по умолчанию я уже вот его сделал процедура условно проверки на китоз можно выбрать здесь мы видим только одно лечение потому как вот у нас есть все наши лечебные процедуры действия том числе из планировщика действий если мы хотим связать это действие с лечением китоза или проверки на китоз на просто нужно изменить наше данное лечение и вот здесь поставить что это будет использоваться для лечения китоза ну в дополнительных параметрах можно добавить еще кличку номер отдела пустой столбец вот молодняк давайте добавим проблемы транзитного периода ну данном примере нас пусто если бы у нас вот в период за 28 дней до отела у нас были бы введены по данным животным какие-либо заболевания да мы бы увидели здесь их не перечень и мы бы понимали уже возможно данных животных китоз уже подтвердился еще на ранней стадии или другая какая-то болезнь возможно ацедоз возможно метрит тоже что-то связанное с транзитным периодом все болезни мы здесь увидим если мы добавим события по воспроизводству мы увидим вот расписано с последней лактации все параметры пункты когда у нас было осеменение и когда были у нас проверки данного осеменения можем это убрать ну и вот мы видим шесть таких наших животных что нужно сделать чтобы убрать их данного списка на проверку примеру данный список мы уже распечатали прошли всех этих коров проверили их у кого-то китоз подтвердился а у кого-то нет вот к примеру 370 у меня китоз не подтвердился я нажимаю здесь лечение китоза выбираю 370 далее вот у меня уже сразу подставлен мое лечение по умолчанию которое я выбрал дата проверки данного животного можно поставить еще исполнителя примечания добавить далее здесь мы не можем добавить какой-то план лечения потому что здесь мы это меню специально сделано вот для именно проверки на китоз можем еще добавить препарат вручную прописать и за или завершить на этом вот вот все 370 корова у меня исчезла также здесь вот можно увидеть причину по которой животное попало в данный список примеру 331 попало по номеру лактации мы поставили три и больше вот следующая попало по превышению междуотельного периода 147 попало по номеру лактации у нее седьмой и ожидаемой продуктивности да вот у нее 14800 а у нас порог стоит 14000 здесь тоже по молоку и здесь по номеру лактации еще здесь отсутствует причина вот по проблемам транзитного периода если к примеру мы какой-то живу какому-то животному сейчас поставим у к примеру возьмем зайдем в профилактику и поставим ей так посмотрим ее запустили 25 01 ожидаемый отел у нее должен произойти 21 марта поставим ей сегодня новую болезнь примеру метрит на и здесь если мы добавим проблемы транзитного периода так нас не появился здесь метрит скорее всего немножко я не угадал с датой давайте сейчас я немножко ее дальше поставлю попробуем так сделать не появляется скорее всего из за демонстрационной базы вообще если в этот период транзитный мы ставим болезни мы здесь сразу же их увидим вот все что было связано и причина попадания в этот список может быть как раз таки какая-то болезнь которая была подтверждена вот именно в этот транзитный период и можно все группой подтвердить можно по одной можно всем не ставить одно какое-то лечение или проверку да там сделать к примеру китоз ок это у нас идет как правило с для того чтобы животное ушло с данного списка если какая-то болезнь китоз например подтверждается мы пишем к примеру там китоз подтвержден да и в плане лечений планировщики действий создаем к примеру уже схему лечения китоза которая будет запускаться собственно с диагноза подтверждение китоза таким образом тоже можно работать ну давайте сейчас всех их уберем поставим что они все проверены и они все с ними нормально завершить и вот все они ушли с данного списка если мы сейчас обновим панель здесь они тоже пропадут ну соответственно если мы поменяем здесь время транзитного периода до его можно увеличить то стоят самые распространенные значения вот собственно попали у нас вот то что я говорил ранее проблемы транзитного периода вот куча маститов было подтвержденных вот мы собственно видим тоже по причине транзитного периода попадания в данный список на риск лечи риск возможной болезни на китоз